Здравствуйте, это Крыша, и сегодня мы поговорим с вами на такую важную тему, как кредиты. Сейчас очень сложно представить себе казахстанца, который никогда в жизни не брал деньги в долг у банка. Именно поэтому мы решили напомнить вам несколько правил кредитной безопасности. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы взять кредит на сумму 5 миллионов тенге. Да, конечно. Для каких целей вам необходим кредит? В свадьбу хочу сыграть. И для этого вам нужно 5 миллионов тенге? Девушка, ну конечно, мы с вами в Казахстане. Хорошо, и родственники шимкенты не приедут, то пришлось бы 5 с половиной брать. Существует два метода погашения кредитом. Аннуитетный, когда кредит выплачивается равными платежами, а также дифференцированный, когда равными долями выплачивается основной долг. Но большинство казахстанских банков применяют в расчетах аннуитетную схему. Сначала сумма уходит в счет оплаты вознаграждения. Постепенно она уменьшается и растет доля оплаты основного долга. При этом сам размер платежа фиксирован. То есть вы хотите сказать, что мы уже, возможно, разведемся, а я все еще буду платить проценты? Ну да. Мне надо подумать. Подумать о том, сможете ли вы выплачивать кредит? Подумать о том, люблю ли я ее так сильно. Давайте рассмотрим варианты погашения кредита. Ваш ежемесячный доход составляет 250 тысяч тенге. Я предлагаю вам оформить кредит с ежемесячным взносом 84 тысячи тенге и сроком на 5 лет. 5 лет? Давайте лучше я вам буду платить 1120-125. Годы за треть с половиной закрою. Вы уверены, что вы справитесь? Ну придется, конечно, поприжаться. Зато быстрее кредит закрою. Надеюсь, не умру с голода. В крайнем случае можете прийти к моему банку и попить водички из кулера. Важно правильно рассчитать сумму ежемесячного платежа. Идеально, если она не будет превышать 20% от семейного бюджета. Чтобы грамотно все рассчитать, полезно использовать специальные сервисы. Найти такие можно по запросу. Расчет бюджета заемщика или на сайте Национального банка в разделе «Калькуляторы». Кстати, мало кто знает, но в течение 14 дней после заключения договора вы можете вернуть кредит без штрафов. Оплатить придется только вознаграждение, начисленное банком с датой предоставления займа. То есть я могу вернуть вам деньги в течение 14 дней и не буду за это оштрафован? Да. А можно я дам не деньгами, а свадебным платьем? Салатом оливье на 300 персон? Нет. Просрочка. То, чего допускать нельзя ни при каких условиях. Если это случится, вам придется платить неустойку. Ее размер должен быть прописан в договоре. Общая сумма начисленной неустойки не может превышать 10% от выданного займа за каждый год действия договора. Рекомендую вам создать резервный фонд и держать сумму на депозите, которой вам хватит на несколько выплат. Если что-то произойдет в вашей жизни, вам хватит резервы суммы на 3-4 месяца. Так вы сможете избежать просрочки. Девушка, если у меня были бы такие деньги, я бы в банк за кредитом не пришел вообще. А что же вы будете делать, если не сможете выплачивать кредит? Ну, я нормальный здоровый мужик. У меня есть почки, две. И у жены тоже. Смотрите, если у вас случилась просрочка, то в течение 30 календарных дней вы вправе обратиться в банк с просьбой об изменении ставки или рассрочки. А записка от мамы подойдет? Нет. Блин, раньше работало. Нельзя не сказать о комиссиях. Есть законные комиссии, которые отражаются в годовой эффективной ставке вознаграждений и соответствуют списку, указанному в постановлении Нацбанка за номером 134. Всего 11 видов комиссий, связанных с выдачей и обслуживанием потребительского кредита. За рассмотрение заявлений и документов на получение займа микрокредита. За организацию займа. За его выдачу. За открытие и ведение текущих счетов, связанных с обслуживанием займа. За изменение условий графика погашения и другое. За рассмотрение вопросов, связанных с заемщиком, гарантом, залогом и т.д. Платежи клиента в пользу страховой организации. Выплаты гаранту за получение гарантии оценщику за оценку передаваемого в залог имущества. Платежи клиента в пользу организации посредников, оказывающей услуги банку по осуществлению проверки документов. За выдачу по заявлению клиента справки о судной задолженности. За частичное или полное досрочное погашение займа. Оплатите вот эту комиссию, это и вот это, пожалуйста. Я хочу взять еще один кредит. Зачем? Чтобы оплатить комиссии первого кредита. И напоследок совет. Всегда внимательно читайте договор и приложение к нему. И помните, единственный показатель, который раскрывает истинную стоимость кредита, это годовая эффективная ставка вознаграждения. Чем она меньше, тем выгоднее для вас кредит. Крыша желает вам безопасных кредитов и легких платежей. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте свои лайки. И, конечно, делитесь этим полезным видео. Все, я могу идти, а то у меня кредит надо платить. Все, давайте, пока. Продолжение следует...